Есть у районных чиновников в Нижегородской области традиция каждый год отбирать ёлки у простых людей. Традиция эта не прерывается уже 4 года. Началось всё в 2020 году, в Первомайске. Пока хозяйки не было дома, прямо во дворе её частного дома у неё спилили ель и поставили на центральной площади. Затем в 2021 году в Арзамасском районе, в селе Малое Туманово, точно так же была спилена без уведомлений хозяев 80-летняя ель. В 2022 году отличился Борский район. Дом в селе Боярска использовался как летняя дача. И в декабре сотрудники Управления благоустройства Борской администрации просто спилили две голубые ели, которые хозяин посадил на своей собственной земле за забором в 1995 году и 30 лет за ними ухаживал. И вот пришёл 23-й год. Теперь отличились чиновники Ордатовского района. Несмотря на сопротивление жительницы, они спилили в придомовом полисаднике ель, которую 60 лет назад посадил её отец Фронтовик. Вот до чего дошло. Новый год какой у нас. В лету ёлку-дорк брать, а небось домов уже забирают. Вот смотрите нас, как это делают. 60 лет, что я на дерево не помыли никому. Зачем спилили? Ну ведь им плюют глаза, у них вред божия оса. Таз от моей ёлочки. Так было жалко. Вы бы знали, что с моим сердцем творилось. Ой-ой-ой, я горсть таблеток там, что у меня были, все съела. Да мне и в голову ударить не могло, чтобы эта ёлка по нас была куда-то на какие-то цели. Со мной никто не разговаривал, я не в курсе. Ёлку сажал 60 с лишним лет назад отец. А я гляжу, подъехали, меряют циркулем. Ага, я говорю, к ёлке подбираться. Я поняла, я пыталась сопротивляться, но меня сейчас сугром такину, думаю, и всё. Я думала, будет борьба какая, взять их в Бастилии. Трактор, 4 машины, 15 человек с пилой стопорами. Как атаманы явились. И главную роль сыграла председатель Ксилкового совета Лаунина. А командовал здесь, командовал её зам. С дестыжими глазами стоял. И щитолкал меня. Я ему только дотронусь, а бабка рассыпется, отвечать будешь. Я говорю, сейчас встану к ёлке и попробуйте притроньтесь. А они кран пристегнули. К ёлке мужик залез, привязал. Потом с пилой тут закружились. Ну, говорит, иди, баба, старуха, иди, сейчас вы это смотрите, ноги отпилим. И они её в тот же день поставили около дыка. Здравствуй, дорогая. Я тебя недавно совсем видела сегодня. Папина, папина подружка. Всё время у неё крутился. А ёлч, этих шишек-то много было, сплошь. А пока везли, ведь её волоком, они почти все облетели. И весь бок ободрали. Ой. Я теперь на этот тенёк буду смотреть и в зёре и плакать буду. Не знаю, это мне рано на сердце будет теперь до самой смерти. Сними, это. Знаешь, сколько тут кружится. Тут двум человеком делать нечего, а их тут бригада, бездельница. Ну, я говорю, ну что, счастливы, что ли? Он, да, мы что, начальники решают. Они некоторые ухмыляются только. Смешно им. Бабулька-то крыльями-то, крыльями-то машет, а сделать-то ничего не может. Весь дом, и всё Ордата в шоке. Почему её не срезали в лесу вообще? Так обидно, так оскорбили. Ну, память о папе. Вот именно об отце. Вот именно обидно. Если бы он был жив, он бы весь сгорел бы прям огнём. Вместе с пенсионеркой мы отправились в администрацию Ордатского района. Спилили многолетнюю ёлку. Память отца моего. Имеете полное право. Имею. Я знаю, что я имею. А вы вот этого права не имели. Вот по самому дереву, который питает, проходили линии электропередач мощностью ВЛ 0,4 кВт, который питает электроснабжением указанный дом. А в законе, вот сказано, что владельцы этих сетей обязаны деревья убирать. Поэтому на основании этого был издан приказ о спиле этого дерева. Значит, с помещением его на центральную площадь около районов ДК для проведения новогодних и рождественских праздников. Если дерево произрастает на личном подсобном участке, будь то яблони, груша, то есть есть правоустанавливающие документы на землю. К этому земельному участку она никакого отношения к гражданке Слееву не имеет. Но эту ель посадил её отец 60 лет назад. Она никому 60 лет не мешала. Этого не знает, кто её сажал. Она росла на муниципальном земельном участке, муниципальном. Почему спилили именно это дерево? У нас была одна лесополоса. Мы там брали в течение пяти лет и ели. И в этом году мы бы взяли там ель. Но они просто-напросто там закончились. Других вариантов не было, кроме этой ель? Я считаю, нет. Абсолютно никакой вины здесь нет. Всё направлено для празднования Дня Нового Года, рождественских праздников. Чтобы у людей было хорошее настроение. В общем, ели и нет, но вы держитесь. Вот так удачи и хорошего настроения новогоднего желают чиновники Ордатовского района.